Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканал Автоплюс, программа «Попутчик». Меня зовут Александр Гусара. Тема сегодняшнего выпуска – это итоги продаж за 7 месяцев, собственно, прошедших. И, естественно, мы будем говорить сегодня с нашим, в общем-то, постоянным экспертом Олегом Дацкиев еще и о том, как продавались автомобили, собственно, в самом июле. Добрый вечер, Олег, спасибо опять, что приехал. Спасибо. Ну, видишь, ты попал, отдыхал же, честно скажу. Ну, и работал, и отдыхал. Все вместе так получилось. Ну, от дыма ты убежал в Москве, это я точно знаю. Естественно, звоните, потому что много интересного произошло. Какие-то автомобили появились на рынке, какие-то пропали. Об этом мы тоже будем говорить, но если вот говорить о статистике, то рост в июле только за июль месяц – это 48%, 55907, почти 56 тысяч автомобилей продано. Ну, это фактически ровно в половину больше, чем в июле прошлого года. Вообще, о чем это свидетельствует? Все-таки ты считаешь, понятно, что, несмотря на утверждение, что кризис вроде как миновал, на самом деле дна мы еще не достигали, это совершенно четко, но какое-то шевеление происходит, и не только у покупателя, но и у производителя. Да, совершенно с тобой согласен. Дело в том, что, конечно, цифра и в процентах хорошая. Это единственное, вот я бы сейчас, конечно, корректней сравнивать с предыдущим месяцем, потому что восьмой год был очень хорошим, потом в девятом мы имели серьезное такое же падение, там те же цифры были 50-60% в месяц, а сейчас точно такой же рост. Можно говорить, что происходит, во-первых, некая стабилизация, потому что вот начиная там с марта месяца, апреля, все там лежит в районе 140, наверное, 170 тысяч автомобилей в месяц. 170 тысяч автомобилей в месяц – это хороший показатель. Конечно же, АвтоВАЗ с утилизацией нас спасает там стабильно в районе 40-50 тысяч. Если это отбросить, то там свыше 100 тысяч иномарок – это неплохие годовые продажи суммарные. Думаю, что, конечно же, до кризисной ситуации по продажам пока мы в ближайшее время не почувствуем, потому что там не только, собственно говоря, в экономике было все неплохо, но и имелся фактор сильного, наверное, перегретого спроса на автомобили, потому что необоснованно все это было. 3 миллиона, по сути дела, там первое или второе место в Европе после Германии. Ну, наверное, нам надо было более медленно к этим значениям идти, и шли мы очень быстро, и очень быстро упали. Но 170 тысяч, если в этом году по дальнейшим месяцам ничего хуже не произойдет, и будет так, то, наверное, уровень там свыше миллиона 600 автомобилей мы достигнем. Ну, вот Мартин Ян, видишь, вице-председатель комитета автопроизводителей, он говорит, что несмотря на традиционный период отпусков и образовавшийся дефицит автомобилей, результаты продаж в июле оказались почти на уровне июня. Оживление на рынке позволяет с оптимизмом смотреть на оставшиеся месяцы, и тем не менее в августе и сентябре возможно некое снижение темпов роста, обусловленное каникулами на большинстве российских заводов. А это, кстати, тоже так. А также чрезвычайно климатическая ситуация и в целом ряде регионов центральной части России. Это действительно так будет, потому что ведь мы были свидетелями, я тоже получилось фактически, ну, обманул телезрителя, говоря в новостях о том, что вот завтра мы, сегодня мы ждем появления 26-миллионной Лады, и на следующий день я считаю, что вдруг решили завод закрыть и всех отпустить. То есть я обманул в новостях, я сказал, вот сейчас, вот сегодня вот уже должна сойти, а Анна, нет, не сошла. Ну да, действительно, тут такой форс-мажорный фактор, наверное, как вот эта вот жара в последнее время. Но я думаю, что она, опять же, будет стимулировать продажи более дорогих машин, потому что все-таки кондиционера очень охота в этот период времени, и, соответственно, если человек планировал, может быть, что-то более бюджетное, ну, допустим, это, в принципе, автовазовская продукция, то, наверное, почувствов на себе вот то, что не спрячешься там ни дома, ни на улице, может быть, если в офисе кондиционера тоже нет, то совсем тяжело. Когда попадаешь в кондиционирование помещения, конечно же, гораздо легче. И вот здесь вот на такой волне как раз спрос, собственно говоря, на определенные комплектации автомобилей может возрастать. Поэтому я думаю, что, конечно же, там август будет, наверное, не лучшим месяцем с точки зрения продаж, но тот уровень, в принципе, может сохраниться. Олег, извини, пожалуйста, я не могу это не прочесть. Александр из Алтайского края спрашивает, Олег, а вы театр посещаете? Да, периодически посещаю. Я не знаю, почему, но мне как-то интересно. Пусть он еще что-нибудь напишет. Вот Алексей из Санкт-Петербурга. Вы не тратьте деньги, Алексей, вы уже несколько раз спрашиваете. К большому сожалению, Артем Рудаков на канале не работает. Так получилось, к сожалению, он работает сейчас в другом месте. И вернемся по поводу, если говорить, АвтоВАЗа. Кстати, очень интересное заявление прошло в новостях премьера Путина, который остался недоволен тем, как АвтоВАЗ занят выпуском автомобилей. Дело в том, что он сказал, что пора бы заканчивать выпускать классику. Тем не менее, АвтоВАЗ делает основные доходы, миллиард с лишним у них в плюсе, только благодаря этому. У них получается 28% продаж до 272 тысяч штук, почти 273. Из них 70 тысяч автомобилей Lada Priora. Но, как бы, 200-то, это классика. Ну, дело в том, что они отходили еще до кризиса активно от заднеприводного семейства, этой классики, переводили там производство в сопредельные республики, даже в близлежащие страны СНГ отдавали именно эти проекты. Бюджетный автомобиль не соответствует никаким требованиям небезопасности, ни экологии, соответственно, конечно, надо от него было избавляться. Но 150-170 тысяч рублей, именно столько стоит, собственно говоря, там пятая-седьмая машинка с 50 тысячами скидки, ну, это получается там беспрецедентная цена. И даже при старте программы дополнительный там пиар был, что машина стоит 99 тысяч. За 99 тысяч, за 100 тысяч, да даже за 150 альтернатив новому автомобилю нет. Поэтому его, конечно, очень хорошо берут. С другой стороны, абсолютно согласен. Надо отказываться от того, что когда-то выпускалось, там много десятков лет назад. И, конечно же, надо пользоваться программой утилизации по тому, чтобы, ну, как-то прививать любовь уже людей, даже которые выбирают не совсем качественные наши автомобили, хотя бы к более современным там передним приводам. В той же колени, я не знаю, приори. И, наверное, будет отрадно для тех, кто еще собирается воспользоваться. Ее продлили действительно. Более того, совсем недавно также в новостевых лентах прошло, что правительство выделило из госбюджета деньги. Деньги большие выделены. 10 миллиардов. 10 миллиардов рублей выделено. Поэтому не волнуйтесь, вы все успеете. Главное все-таки не отставлять на потом, потому что можно действительно не успеть, к сожалению. И у нас звонок. Добрый вечер в эфире. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Андрей, Москва. Очень приятно. Я по какому поводу беспокою вопрос такого плана. Opel Vectra, владельцем которого я являюсь, уже два года гарантия с него сходит. И сейчас предлагает компанию, которую я приобрел, по трейдингу сдать и приобрести Insignia. Где-то, получается, автомат 220 лошадок со всеми датчиками всевозможными. Миллион 250. Вот хотелось бы узнать, за эти деньги это, скажем, оптимальное приобретение? Или, скажем, за эти же деньги можно что-то из других моделей, марок приобрести более, ну, скажем, новоходченные, лучше, как русскому человеку все лучше, лучше и лучше. Спасибо. Интересный вопрос. Insignia, наверное, покосил кризис, в том числе и при запуске. Дело в том, что если бы ситуация продолжала оставаться такой, как там в восьмом году по спросу, то, наверное, конечно, и эта достаточно дорогая машинка для модельного ряда Opel нашла бы своего массового потребителя и покупателя. Но, так как, в общем-то, кризис корректировал и цены, и за миллион 200, за миллион 100, за 700 тысяч, можно было купить даже определенные модели немецкого премиум-сегмента. Mercedes продавался за миллион 200, в очень хорошей комплектации, C-класс с базовым мотором, но в отличной комплектации, с бексинонами. Да, примерно такие цены держали и там конкуренты из Ингольштата и из Баварии. Соответственно, там, я не знаю, первая серия BMW стоила по 600-700 тысяч. Соответственно, это премиум-сегмент, действительно другая машина. Insignia идет туда, но вот пока... Сейчас все туда идут. Все туда идут, да. Там хорошо, там, собственно говоря, и прибыльность другая, ну и, наверное, конечно же, отзывы и удовлетворенность клиента гораздо выше, чем, собственно говоря, в каких-то бюджетных автомобилях. Я не знаю, смотрите, у вас сейчас был Opel, посмотрите, как, собственно говоря, вы эксплуатировали, довольны ли дилерами. Бренд очень хорошо движется в последнее время, но вот миллион 200, миллион 250 есть альтернатива, конечно же. Ну, например, те же коллеги там из немецкого непремиума, но народного автомобиля Volkswagen Passat предлагают за эти деньги очень интересные решения, являясь при этом, собственно говоря, ну, народным продуктом и в России. Лидером, фактически, по большому счету, это локомотив среднего класса. Это фактически та марка, которая находится наиболее близко к премиальному. То есть даже по ценам, если сравнивать, это, ну, так уж сложилось исторически. Ну, они всегда, собственно говоря, там шли сразу же за премиумом, и Opel всегда ниже немножко стоял. И то же самое относится там к остаточной стоимости автомобиля при продаже, к легкости его вторичной продажи. Соответственно, миллион 200, миллион 250 для Insignia это нормальная стоимость, но для рынка, наверное, не совсем хорошая. То есть нельзя сказать, что это идеальное там приобретение по цене, качеству. Но машина интересная, мне очень нравится. Мне нравится тоже, она красивая, очень хорошо сделана внутри, качественные материалы. Нет того дубового пластика, который был в Вектре. И, ну, решения там, много таких интересных инженерных решений. Действительно хорошая машина. Ну, а выбрать, в общем-то, стоит походить, посмотреть и сравнить цены, цены на обслуживание, цены комплектации и вообще всего. Это действительно, право выбора, оно всегда за вами. Да. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, еще и Олег здесь сидит. Макаров, Москва. Александр, у меня к Олегу такой вопрос. Некоторое время назад промелькнуло сообщение, то, что концерн Toyota планирует выпустить эконом-вариант седана, типа, по аналогу с Logan, по аналогу с Volkswagen Polo. И с тех пор вот как-то не слышно ничего. Может быть, Олег как-то немножко просветит на эту тему? Спасибо. 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 Господин Макаров, они точно так же засекречены, я не знаю, как пистолет Макарова. Наверное, даже может быть и больше. Дело в том, что Toyota очень закрытый концерн, японский концерн. И не в лучшей ситуации сейчас находящийся. Да. И, конечно же, я уверен, что у них эти разработки идут. Наверное, этот автомобиль есть, но узнаем мы действительно. Вот если там рассматривать различные мировые производители, то, скорее всего, Toyota будет относиться именно к тем, кто может новинку действительно дотянуть до последнего. И по утечке информации по шпионским фотографиям, по каким-то там закамуфлированным фотографиям, они всегда появляются в самый последний момент уже, когда появляется, в принципе, информация официальная. Я уверен, что такая машина разрабатывается и она будет, потому что ставка была по России, например, сделана на Toyota Camry. Наверное, это хороший вариант для чиновников, для госзакупок, когда у них есть деньги и нет кризиса. Но вот опыт показал кризиса, что это не совсем хороший вариант. У них тут выбор оказался. Да, потому что машина, в общем-то, дороговато. Конечно, чтобы там продавать по 100-150-200 тысяч машин, выпускаемых в России, нужно иметь, наверное, цену в районе 300-400-450 тысяч рублей. Если мы перешагиваем там за 500 тысяч, а, в принципе, Camry это там 600-700, наверное, тысяч, то тяжело с массовыми продажами. А завод не имеет смысла, ну, наверное, по определенным автомобилям меньше 50 тысяч, это минимум, не считая премиум сегмента, а так вообще 100-150 тысяч. Поэтому я думаю, что и в России, и, наверное, в других странах на развивающихся, так называемых, рынках, либо особо перспективных, наверное, так лучше будет сказано, скорее всего, этот автомобиль появится. Пока вот ничего о нем не известно. Ну, была еще сейчас совсем недавно информация, что они на базе Toyota IQ собираются делать молодежное купе, но пока для своего рынка. И больше ничего, ну, это они идут, по примеру, Smart, у которого есть тоже Roadster. Но это нишевые машинки, особенно для нашей страны, они, в принципе, могут быть востребованы в Европе, но в Европе больше любят там своих национальных производителей с японскими продуктами, там, гораздо тяжелее, чем на американском рынке. На американском рынке вообще любят большие машинки, и IQ, там, Yaris'ы те же, они не пользуются популярностью. А по той цене, по которой они предлагаются на нашем рынке, ну, они заведомо, собственно, обречены на провал, потому что это... 777 тысяч – это безумные деньги. Да. Безумные деньги, хотя машина, понятно, стильная, очень имиджевая. Да, нишевые какие-то продажи. Вот хороший вопрос, вот я лично не в курсе тоже, может быть, ты в курсе. Александр спрашивает из Московской области, а, нет, простите, это Сергей из Крымска, Краснодарского края. Подскажите, что происходит с производством Киосит? Сейчас задержка по поставке более месяца, нет цветов и комплектации определенных. Нормально, но более месяца, я думаю, что на том фоне конкурентов, которые сейчас гораздо дольше поставляют автомобили, это нормальные сроки. Опять же, ситуация поменялась там буквально в апреле-май, она еще была нестабильной, соответственно, мы имели какой-то откат даже назад из месяца в месяц. К предыдущему году некорректно, наверное, смотреть эти вот цифры, потому что слишком менялось все. И, конечно же, концерн не может в кратчайшие сроки, собственно говоря, поставки до требуемого уровня продаж довести. Тем не менее, 100, сколько у них получается, у них нет темп роста, они 100% не перевалили, 57%, но у нас новый лидер. Вот он, встречайте, новый король. Они подвинули «Шевроле». Кстати, по итогам 7 месяцев они реально подвинули «Шевроле», при том, что у «Шевроле» в июле рост 105%. Какие хорошие результаты показывает, в принципе, наверное, это ближайшее время. А, прости, это я ошибся, 57 за 7 месяцев и в июле 105%, из-за этого у них произошел такой скачок, собственно. Поэтому у тех, у кого есть машины сейчас, есть и продажи, и цифры. Соответственно, те, кто может там поставить месяц-два для текущей ситуации, ну, это не слишком большой срок. То есть, ну, я слышал, что под август, наверное, сентябрь тот же концерн «Кия», ну, ранее заказав, привезет достаточно большое количество машин. Может быть, как раз и будут доступней по срокам те же «Сиды» и другие машинки. Ну, собственно говоря, добрый вечер в эфире. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Александр из Санкт-Петербурга. Очень приятно. Простите, хотел задать такой вопрос. Я вот конник фирмы «Тойота», да? Меня интересует, вот, выпущена была модель «Тойота» «Лангкурзер 200». Вот как она по продажам? По продажам она очень хорошо себя чувствует. Зарекомендовала, как бы, да, вот как новая модель, по сравнению с «Лангкурзером» «Столк». Как бы, вот, она и на вторичном рынке у себя прекрасно чувствует. Вот мне интересно, как... Да вы знаете, замечательный автомобиль. Изначально спорный немножко с точки зрения дизайна. То есть не все его поняли. Тем не менее. Тем не менее, да. Его покупают за другое. То есть, как бы, наверное, мало альтернативных автомобилей именно в классе серьезных внедорожников, в принципе, комфортных внедорожников. И при тех ценах, при которых там позволил им тот же кризис для потребителя продавать автомобили, да и, в принципе, сейчас на фоне того же «Прада» выигрышным вариантом становится именно 200. Да, потому что «Прада» там, как бы, да, он подтянулся серьезным образом и в комплектациях, и в внешнем виде. Машина очень интересная, но вот та разница там в 300-400 тысяч, а иногда и меньше в цене, между 200-м, делает, конечно, выбор в пользу 200-м более очевидным и приемлемым. И, насколько мне известно, на этот год практически все официальные дилеры уже имеют, собственно говоря, заявки на свои автомобили. И ситуация там в плане существенного увеличения объема продаж в этом рынке по 200-м моделям не ожидается, потому что, ну, «Тойота», опять же, как консервативный концерн предпочла на этот год запланировать то, что точно они продадут с прибылью, без огромных скидок, и они и дилеры заработают. Предыдущий год они, конечно, нанесли очень серьезные убытки. Какие были? Ценовая Олег, вот, Александр из Московской области, вот спрашивает мнение о ценовой политике Форда в России «Фиеста 720 тысяч» или «Куга 1,5 миллиона». Ну вот «Куга 1,5 миллиона» прискорбно довольно, а вот «Фиеста», она очень хорошей комплектацией идет. И отвечай, что... Наверное, стоит объяснить, что себестоимость автомобиля «Б-класса» мало чем отличается от «С». Да, «Форд» был народным у нас, ну и, в принципе, там фокус остается народным, но вот, к сожалению, по всему модельному ряду тяжело сделать приемлемые и хорошие цены. Опять же, серьезно упали продажи, то есть у всех они упали, чтобы сохранять прибыльность бизнеса и своего, и дилерского, конечно же, неизбежное изменение цены. И в данном случае «Форд» пошел именно по этому направлению. Есть концерны, которые там мыслят, наверное, более длительной перспективой там зарабатывания денег стратегически, и могут себе позволить там либо минимальную прибыль, либо даже там практически всю прибыль отдавать как-то потребителю и рынку. Вот у «Форда» задача такая не стоит, потому что концерн, в принципе, уже себе зарекомендовал. Несмотря на то, что у нас на рынке присутствует в основном европейский модельный ряд, «Форд» относится, собственно говоря, к североамериканскому рынку тоже, потому что это единая компания, и мы видим, что «Дженерал Моторс», «Крайслер», другие американские концерны потребовали помощи, и без них никак бы не выкарабкались. А вот «Форд», собственно говоря, прошел кризис очень достойно. Соответственно, они без всякой помощи... Всегда не упали на колени, это самое главное. Да, и чувствуют себя неплохо, наверное, благодаря, опять же, таким решениям. То есть можно быть убыточным и нести существенные потери, но быть, наверное, привлекательным для клиента и рынка, но непонятно, опять же, потом сохранить компанию и бренды или нет. Либо с учетом того, что рынок поменялся, поменять и свою стратегию. Вот, наверное, «Форд» выбрал именно такой подход, в том числе европейский. Конечно же, то же самое, там, коллеги их из «Мазды» сейчас не очень могут похвастаться хорошим, привлекательным предложением, но, тем не менее, они вот в сложившейся ситуации делают все, чтобы, собственно говоря, и дилерскую сеть поддержать и сохранить. Ну и самим остаться до лучших времен, когда та же там «Трешка» «Мазды», «Шестерка», тот же «ЦХ-7», «ЦХ-9» пользовались огромным спросом. Вернется рынок, вернется потребитель, и тогда снова наладится и в этом. Михаил из Тюмени спрашивает, стоит ли покупать «Ситрэн-Ц4» российской сборки или выбрать французскую? Я не думаю, что пока есть какая-то разница между сборкой. Она и не будет. Ее и не будет в перспективе, но обычно такой вот стереотипный подход и мышление, что действительно наша сборка может как-то уступать. Много раз уже говорили об этом. Нет, система контроля качества, она одинакова в любой стране, поэтому сборка отличаться не будет. Но для тех, кто по-прежнему не верит, и для тех, кто находит какие-то случаи о том, что там «Фольксваген», «Туарег» собраны здесь, вот он отличается от немецкого. Ужас вообще. Да. Знаешь, чем он отличается? Самое главное отличие. Там на табличке написано «сделано в России». В России, да. Вот это вот, это действительно. Так вот, сейчас вот по французам ситуация, наверное, более благоприятна для этих скептически настроенных потребителей, потому что, ну, в принципе, сбор как таковая не ведется. То есть машины поступают, по сути дела, там полностью. Все закомплектованные чуть-чуть. Да, да. То есть, да, строительство завода и полного запуска еще, наверное, нужно нам подождать несколько лет, а то, что сейчас там производят в Калуге, ну, это, в принципе, те же французские автомобили, просто что-то здесь дособирают. Ну, господа, вот мне очень нравятся такие вопросы. У нас продается BMW весь модельный ряд. У нас продается Kia, которая собирается здесь. Давайте Volkswagen тогда не будем покупать. Да Audi здесь собирались, кстати, практически весь модельный ряд, кроме А8. То есть вы считаете, что машины собраны вот чем, например, Citroёn C4, почему он должен отличаться, например, от X6, который также собирается в Калининграде? Ничем? Ничем. Мы просто слишком долго являемся потребителями продукции автоваза. И, соответственно, там подход определенный у людей, наверное. И, собственно говоря, вот такое отношение к потребителю наложило, соответственно, у нас понимание того, что если наши люди начнут собирать, то будет вот точно так же, как на автовазе. Нет, потому что тот же завод, о котором Саша сказал, там Volkswagen Group, Skoda, Audi отчасти там собирались крупноузловым методом, но собирались. И сам Volkswagen, ну это на текущий момент, наверное, завод, который там, ну если не номер один, то номер два-три в мировой градации концерна Volkswagen по, наверное, технологической оснащенности и уровню автоматизации. Тысячу семьсот, тысячу девятьсот сотрудников готовы собирать 150 тысяч автомобилей. Неужели вы думаете, что на этом заводе эти люди реально что-то собирают? Нет, там стоят роботы, они просто контролируют там по определенным реперным точкам сварку, нет ли брака. Смотрят, как поставил там робот тот же замки, криво или не криво. Смотрят, как там другой робот установил там коробку и двигатель. То есть человеческий фактор в данном случае сведен к минимуму. Плюс ко всему на этих заводах и на марочных сборках, ну практически отсутствует вот это вот поколение людей, которые работало на автовазе. Это молодые люди, средний возраст там 27 лет. В принципе, они не испорчены никакими-то производствами, проходят длительную подготовку. Там у них постоянные тренинги проводятся и на заводах, и их отправляют работать там в Германию, в другие страны, чтобы они посмотрели, как это все делается. То есть человек, который изначально правильно подошел к процессу и не знает, как собирать там ведра с гайками, наверное, он не может испортить, собственно говоря, сборку вот здесь вот тем, что он россиянин. Точно так же можно говорить... Ну давайте, да, не будем уважать своих сограждан, да, людей, с которыми мы живем. Ну давай вот Олег не будет уважать меня, я его. Только потому что мы жители, у нас в паспорте стоит, что мы граждане Российской Федерации. Ведь фактически вот такими вопросами вы подвергаетесь сомнению профессионализм людей, которые работают на этом заводе. То есть своих сограждан. Это действительно так? Ну в общем... Ну Советский Союз в этом плане испортил. Вот, понимаешь, к сожалению. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Из Каширы, Лазутин Геннадий Федорович. Очень приятно. Я хочу узнать, будут ли модернизировать Chevrolet Niva. Первое, увеличить ли лошадиные силы. Второе, задние тормоза действуют, чтобы были. И вот, на эти вопросы я хотел... Спасибо вам большое. Спасибо за звоночек. Тяжело ориентироваться на то, что может сделать автоваз в данном направлении. Я думаю, что вряд ли какие-то там будут именно вот такие вот движения с двигателями, с дисковыми тормозами. Ну потому что не тот автомобиль, который, наверное, найдет массовый спрос именно благодаря этим преобразованиям. Плюс ко всему, автоваз сейчас делает упор на совершенно другие платформы. Опять же, наверное, на другое сотрудничество, более плотное. Потому что не забываем, что они сотрудничают сейчас как с GM по этой продукции, так и с Nissan Renault. И Nissan Renault, наверное, как бы более там стратегически перспективный для них концерн. Я думаю, что все перестройки там линий, конвейеров будут вестись именно в направлении Nissan Renault. Поэтому Niva неплохо продается. Вот, наверное, как бы в ближайшее время там изменений по именно Chevy Niva мы не увидим. Хороший очень. Ну, по поводу гольфа нового поколения пока говорить рано. Я не знаю, правда. И, господа, я еще раз прошу, представляйтесь. Я не буду читать, принципиально не буду читать смс-сообщения, где вы не представляетесь. Это просто элементарное неуважение к коллегу и к любому гостю, который здесь сидит. Больше того, я очень прошу понять четко, мы сегодня не убираем автомобиль, мы говорим о каких-то направлениях, о том, что может появиться, чего не может появиться. Собственно, и вот по поводу цен мы можем поговорить. Тут, кстати, аналогичный вопрос, что по Шкоде 740 тысяч полоседан. Фу, хэтчбэк. Вот, я вам больше скажу, я набрал 800, 80 или 860 тысяч у меня автомобиль получился в их калькуляторе. Это еще больше. Да, дорого. Да. Да, дорого. Очень дорого. Ну, что делать? Берите базовую машину. Берите корейцев, они дешевле. Это да. Тут, кстати, очень интересный был вопрос по поводу Тигуана 1.4. Не слабоват ли мотор? Тяжело вот на такие вопросы мне лично отвечать, потому что у каждого свое понимание как бы слабоват. Что такое слабоват или не слабоват. Да. И опять же, о динамике, о разгоне. Вот эти вот параметры, опять же, наверное, благодаря тому, что наша продукция автоваза, собственно говоря, разгоняется там за 20 секунд и все время имеет один объем двигателя, 1,5-1,6 литра, наверное, люди ориентируются на то, что если это 1,4-1,2 литра, то, ну, это как? Это меньше, собственно говоря, чем то, что вот совсем не едет. Это машины совсем другие. Там используются различные системы впрыска двигателя, настройки, электронные системы. Соответственно, вот как-то вот ориентироваться на объем двигателя и лошадиные силы я бы не стал. А потом, извините, 170 лошадиных сил, которые предлагаются... А, 140 там, по-моему. 140, 140. 170 двухлитровых. Вы посмотрите, 2 литра и 1,4. Моторы вроде как использующие одинаковую технологию. Но один почему-то в той же Ауди. Два варианта этого мотора используются в Q5. 2.0 турбо, TSI-ный вот этот двигатель. 200 с лишним и до 200 сил. Я так понимаю, что именно сделано, чтобы от налогов уйти каким-то образом. И хороший пример. В свое время у предыдущего Гольфа, у пятого, была такая версия GT. Да. Где стоял вот этот вот двигатель, раскачанный до 170 сил. 1,4. Да, собственно говоря, там, опять же, у многих концернов есть какой-то турбонагнетатель, либо компрессор, который там на 1,8 моторе может выдавать 143 силы, 163 или 193. То есть разница в силах огромная, просто настройки. Конечно же, более мощный двигатель, наверное, работает не на постоянной мощности, близкой к 80-90% загрузке. Конечно же, наверное, он имеет более длительный ресурс эксплуатации. Для нового автомобиля, для нового владельца, наверное, эти все параметры не важны. Они важны там при вторичной продаже, как и что. С точки зрения динамики, ну, я не знаю. Нормально едет. Более того, там механика позволяется. И, в общем-то, современные коробки автоматические, как и механические. Но, по большому счету, это небо и земля. Еще один звонок, и все-таки вернемся мы к нашим баранам. Да. Зачем мы здесь сели? Я напоминаю, тема сегодняшней программы – это итоги. Итоги. Семи месяцев продаж автомобилей в России и итоги июля. Спасибо, если услышали. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Здрасте. Меня Роман зовут, Москва. Я хотел задать вопрос вот какого порядка. Заинтересовался я, почему гибридные машины не представлены полностью в отношении фирмы Toyota. Захотелось купить машину с гибридным двигателем, чтобы это был джип. Мне сказали, что Highlander с гибридным двигателем в Россию не поставляется. И вот какой выбор тогда остается – только пригонять машину из-за границы, получается так, либо покупать вот Toyota Prius, которая вот как бы одна в модельном ряду с гибридным двигателем. Больше, к сожалению, ничего нет. А Lexus RX вы не забыли? Ну, он весьма дорог лично мне покупал. А Highlander дешев? Ну, я думаю, что он дешевле. Ну, Highlander, во-первых, я думаю, что, Роман, вы смотрели пока у неофициалов. И, может быть, действительно… На салоне будет представлена машина? Конечно. Продажи официальные начнутся осенью, пока Highlander в России официально не представлен. Какие моторы будут? Ну, наверное, опять же, мы не можем сейчас сказать, но Toyota, кстати, один из концернов, который первый привез сюда гибридные двигатели, гибридные автомобили. И, соответственно, они, собственно говоря, понимают, что здесь не будет массового рынка для этих автомобилей. Все-таки это нишево остается именно для нашей страны. Больше, наверное, как некая мода, чем забота об экологии. Ты знаешь, самое смешное, что люди сами покупают эти машины, те же Lexus, они признаются, потому что это модно, это дорого. Да. Это дорого. У меня машина дороже, чем… Извини. Да, да, соответственно, подождите чуть-чуть, я думаю, что вот буквально через, там, сколько, до две недели, до открытия салона, там прояснится все и с гибридными двигателями, и с Highlander на нашем рынке. Не исключено, что они примут решение возить гибридные. Ну, дай бог, вот тут Сергей спрашивает, 325 тысяч за Renault Logan, это недорого? Я думаю, что нет, Сергей. Это отличная цена. Я думаю, что это хорошая цена, потому что… Сергей, это просто отличная цена. Верх цены автовазовской продукции примерно в этих диапазонах, но, повторюсь, может быть, машина там не очень современно смотрится, но вот в этом… Наверное, все-таки это не критерий для этого автомобиля, современен или нет. Абсолютно. Главное, надежен. Конечно. Я вам честно говорю, он не ломается. Не ломается, очень практичная машина. Уникальный автомобиль, он не ломается. Владимир, Влад из города Владимир. А6 будет представлен на автосалоне в Женеве. Новая машина совершенно с полуалюминиевым кузовом, с новыми подрамниками, новой подвеской, поэтому обновлений не будет. Обновление уже прошло. Рено Дастер. Пока Рено молчит. Да, ну в этом году, я думаю, уже бы сказали, что привезут. Скорее всего, наверное, следующий год. Хотя планы есть. И вот господин Гон приезжал, пресс-конференция была, ну чуть ли не будут здесь производить его, вроде как собираются. Поэтому я думаю, что по этой машинке будет хорошо Рено здесь представлено. Ну и машина интересная очень. Вот для Игоря из Смоленска слабый двигатель 1.4, когда его делает Приора. Игорь, у вас двигатель предыдущего поколения. Мы сегодня с Олегом рассуждали о двигателях TSI технологии. Там стоит турбина и компрессор. Компрессор работает с самого начала, когда двигатель заведен. Хотя это тоже лукавит Volkswagen. Я бы не стал на самом деле соревноваться именно в каких-то... 1.4, Golf 4. Олег, там меньше 100 сил в этом автомобиле. О чем ты говоришь? Это другой мотор. Не надо путать современные технологии с Golf 4. Был пятый Golf, и сейчас шестой. Это два поколения Golf прошло, и два поколения новых моторов. Давайте к нашим баранам все-таки вернемся. САП 67%. Здесь все понятно, почему. Кстати, вчера звонил по салонам, автомобилей нет в Москве. И я так подозреваю по регионам. Почему? Ну, GM, собственно говоря, банкротились. Непонятная ситуация. Соответственно, вроде бы прошли процедуру. Понятное дело, что их в первую очередь заботит их родной американский рынок, большой. СААП вроде как им оказался не нужен больше, чем там тот же Opel, который тоже производится там недалеко от Швеции в Германии. Соответственно, Спайкер сделку завершил, но это прошло относительно недавно. Да, и непонятно пока, как и будет управляться здесь дилерская сеть. Она будет организована, наверное, уже на базе Спайкера, потому что дилерские соглашения подлежат, наверное, переподписанию. Подлежат. Я вчера как раз общался с салоном, я почему и сказал. А склады все, которые были, сабовские, они распроданы. Сейчас есть только подержанные автомобили у них в наличии. Ожидается, что... Вот вчера не дали, опять же, я говорю, что я звонил, разговаривая с одним автосалоном. Они сказали, что, скорее всего, ближе к сентябрю-октябрю появятся машины, потому что все договоры надо перезаключить. Ну вот. Это очень сложная система. Ну, с сабом-то все понятно. А вот что с Митсубиси у нас происходит? Почему падение такое? 5 процентов. То они выстреливают, понимаешь, и то вдруг такое падение происходит. Честно говоря, сложный вопрос. Я думаю, ряд факторов. Один из основных роль является дистрибьютором Митсубиши. Конечно же, как и многие компании, которые развивались и активно двигались на рынке, не лучшее время кризисное для них было с точки зрения и долговых обязательств, и кредитов, и заимствований. Поэтому, конечно же, они оптимизировали свои процессы и сдержки до того уровня, чтобы компания продержалась в кризис, собственно говоря, и существовала дальше. Им там недавно было 19 лет. Я думаю, что они долго еще планируют работать на автомобильном рынке. И именно все эти моменты позволили сохранить весь бизнес. Соответственно, конечно же, как дистрибутор по Митсубиши, это сказалось и на дистрибуции. Второй момент – японская иена, и все японцы сейчас чувствуют себя не очень хорошо. Посмотрите, цены на ту же Мазду, на ту же Хонду. То есть нельзя сказать, что они конкурентно способны так же, как и были до кризиса. Потому что у европейцев, а у корейцев совсем хорошее предложение на фоне японского ценообразования. Наверное, собственно говоря, сказались, опять же, вот эти традиционно японские взгляды на консервативную оценку рынка и на там лучше не дозаказать, лучше не привезти больше склад, но реально продать. Плюс ко всему, дилерская сеть у Митсубиши тоже претерпела изменений. Небольшие, да. У них Москва и Питер формировалась, ну, в основном на базе группы компаний «Рольф». Региональные сети формировались, собственно говоря, уже независимыми дилерами. Понятное дело, что в тяжелой ситуации, собственно говоря, и дилеры их испытывали сложности. И вот, наверное, весь этот комплекс и дает такие результаты не очень хорошие. Ну, собственно говоря, да. Еще давай ответим на звонок, и потом, наверное, пройдемся по российским заводам. Хотя вот нас тут, видишь, упрекают в том, что я, говорит, эксплуатировал, человек написал, если я сейчас найду, как его зовут, Кэмри, западные и отечественные сборки, и отечественное вообще не машина. Не машина. Ну, эксплуатировали, наверное, предыдущие поколения, потому что... Да, ну, вообще было понадежнее, и ничего странного в этом нет. Гольф-3 даже надежнее, чем Гольф-6, это я могу точно сказать. Он до сих пор ездит. Добрый вечер в эфире. Алло, здравствуйте. Извините, что заставили ждать. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, представьтесь. Это Дмитрий Магнитогорск. Очень приятно. Я бы хотел спросить, вот я хотел заказать в нашем официальном дилере Volkswagen Passat двухлитровый автомобиль, который собирается в Германии. Но мне отказали, сказали, что заявки не принимаются, что должен выпускаться новый Volkswagen. Хотел бы узнать, что это за Volkswagen, ценовую политику. И второй вопрос. Мне интересно, вот Volkswagen 1.8 Turbo собираются в полуги. Надо ли туда ставить турботаймер или не надо? Нет. Турботаймеры, я не знаю. Только, опять же, для красоты в Subaru Impreza можно ставить. Потому что все те вещи, которые сейчас выходят с турбонагнетателями, они уже имеют, в принципе, штатно встроенные все эти системы. Потому что, ну, действительно, загубить турбину – это очень большие деньги. Для потребителя, а если это может быть и гарантийный случай, то для концерна-изготовителя. У нас сейчас какой? Десятый будет, по идее, да, Passat? Или девятый? Это тяжело сейчас. Я не могу вспомнить. Пятый, шестой я отлично помню. Пятый, шестой, по-моему, с седьмого Passat и вообще вот в этот период произошло у них инженерное изменение моторов. Когда пропал двигатель 1.8 Turbo, тот предыдущий двигатель, они стали ставить системы, которые… Они там не совсем турботаймеры, но на сегодняшний момент турботаймеры не нужны. Можно, конечно, поставить красиво, там, Apexi написать, как на Subaru любят или на Mitsubishi лансерах. Эво, красиво, красиво. Из парка большие красные эти брызговики, красиво. Ну, это элемент имиджа, стиля. По поводу немецкой комплектации и российской, вы знаете, я вот сейчас не готов, собственно говоря, сказать, что там с поставками немецких машин. Обязательно проверяйте данные, те, которые вы получаете у дилера, хотя бы у нескольких дилеров, либо данные на там сайте производителя. У Volkswagen есть номер 8800 бесплатный для клиентов, по которому тоже можно определить, поставляются эти машины или нет. Потому что, конечно же, дилер может быть заинтересован в сбытии определенного… То, что на складе стоит. Точно, там как бы классы и комплектации автомобиля, поэтому иногда может, собственно говоря, говорить, что там, ну вот оно не поставляется, его нельзя заказать, а на самом деле это не так. Хотя по Volkswagen может быть действительно это так, потому что есть завод, есть производство. И надо продавать то, что есть. Это нормальная ситуация. Это выгоднее и для потребителя, и для дилеров, и для производителя, который должен быстрее вернуть свои там 700 миллионов евро, которые вот они вложили в этот завод. А Максим из Коврова еще масса людей, которые спрашивали. Я могу одно сказать. Смотрите телеканал Автоплюс. И главные новости с колес. По поводу М6 мы говорили неоднократно. Сначала был снят с производства автомобиля М5, потому что появилась новая машина. Сейчас снят М6, потому что шестерка новая будет представлена, скорее всего, в следующем году. А что касается моторов, то десятицилиндровых двигателей там больше не будет. Там будут стоять восьмерки точно такие же, либо с двумя турбинами, либо еще что-то, как стоят на X5M и на X6M. В общем-то это будут другие моторы. Это век турбо начался опять. Ты знаешь, очень много вопросов по поводу... Люди спрашивают по поводу отечественных калин, когда мы, наконец, будем иметь возможность выбирать двигатели и коробки автомата. Наверное, этот вопрос не к тебе все-таки. Сложно мне. Мне хоть и нравится команда господина Комарова, которая сейчас работает. На фоне того, что было там 30-40 лет на автовазе, конечно, если бы нам повезло так с командой и с людьми, которые тоже в его команду входят, то, наверное, не было бы таких вот стереотипных каких-то представлений об отечественном автопроме. Потому что шаги все правильные, но слишком-слишком поздно и слишком долго мы уже негативный опыт имели. Я не знаю, каковы у них планы по поводу коробок автоматов, но то, что они уходят в более тесное сотрудничество с западными концернами, ну, с Nissan, Renault, это очень здорово. Может быть, не нужны нам выборы двигателя на Калинах, Приорах и коробок автоматических, потому что, опять же, это и время, и разработки, и непонятно, кто эти все комплектующие будут делать. Может быть, действительно нужно побыстрее ставить там 3-5 моделей на базе Nissan, на базе Renault, и, соответственно, там уже давно эти коробки разработаны, двигателей, вариантов повыбирать есть побольше, а ценовой диапазон, благодаря тому, что будет массовый объем производства, наверное, примерно и сохранится. Привыкайте к тому, что отечественная продукция – это не только АвтоВАЗ, но и все те, кто действительно построил здесь заводы. Новый Пэтрол, спрашивают, он будет, по-моему, на московском салоне показан? Не вспомню. По-моему, да, машина будет, потому что QX они привезли новый, а это фактически такая же машина, как и на салоне, скорее всего, они будут. Я просто, к сожалению, был вчера эфир, а вчера был ужин у «Инфинити», и можно было задать эти вопросы у нас просто всех в командировках, поэтому некому было идти. Из республики Башкортостан говорят, что я деградирую и ближе к народу мне надо быть, а вот тебя хвалят, говорят, что ты, как всегда, красавчик, но человек, видишь, не представился. Обхамить-то он умеет уже, он научился, видишь, набирать буковки и см. Я обижаться? Да ты что, я люблю такие. Пишите побольше, таких мне очень нравятся на самом деле. Если честно, мне нравятся, я люблю такие. Это общение такое происходит, особенно когда люди не представляются. С двухлитровым мотором очень был... Гелендваген выпускают. Я, Олег, извини, я даже тебя трогать не буду. Давай все-таки мы вернемся к тому, о чем... Я еще раз напоминаю программу у нас сегодня про итоги продаж, поэтому давай мы начнем с того, чем сейчас могут быть вызваны задержки, например, у Volkswagen. Завод стоял, но у меня вот есть совершенно сегодняшнее сообщение, что они его запустили и стояли они не потому, что нет запчастей. Не потому что. Не потому что. Вот Мартин Ян и сказал, что, собственно говоря, сейчас определенные каникулы у заводов наблюдаются. Там и за дымом в основном было. Ты знаешь, даже как бы вот в данном случае дым не столько повлиял, сколько действительно период отпусков. И, собственно говоря, график же был распланирован раньше по загруженности там и смен, и людей по производству. И он не учитывал ситуацию, которая на рынке поменялась там в апреле, в мае, в лучшую сторону. Поэтому вот они определили, что, например, период отпусков такой. Люди заранее записались, вы же все работаете, все в бизнесе, наверняка планируете тоже там и отдых, и бизнес. И да, в Калуге тоже наблюдалось определенное там задымление, но пресс-служба сообщала, что там буквально были перерывы чуть ли не на несколько часов. Потом, когда ветер менялся, снова все перезапускалось. Поэтому нельзя сказать, что они там из-за пожаров длительный там период времени стояли. Все-таки здесь больше фактор летних отпусков. Это нормальное явление каждый год. Просто если раньше мы это не чувствовали так серьезно и остро, потому что машин там либо стабильно не хватало, и не могли мы почувствовать еще и отпуска, либо машин было в избытке, и, соответственно, тоже такая проблема не стояла. А сейчас рынок изменился в лучшую сторону, их не хватает. Казалось бы, нужно как бы там побольше их выпускать, но тоже вот определенные процессы не позволяют быстро переналадить там производство там с запланированных там тысяч штук, например, до трех тысяч. Потому что это и комплектующие, и запчасти, ну и опять же люди, смены. По поводу Volkswagen, джеты нового спрашивают, и по поводу, будет ли он здесь производиться. Не слышал я, что будет джеты здесь производиться нового. Пока с ней вообще непонятная ситуация. Дело в том, что автомобиль... Не надо путать джету, которая сегодня всем известна, с той, которая будет. Это машина, которая займет нишу между гольфом и пассатом новым. Потому что новый пассат, он будет гораздо больше, и он переедет уже в сегмент Е. А вот джета должна, благодаря растянутой базе гольфа, она должна быть в сегменте D. Где сейчас выступает пассат? В Европе они вроде собираются в Женеву его привозить, но абсолютно не факт, что они его там покажут, и будут ли вообще. Хотя, скорее всего, будут. В общем-то. Тагас. Про это тоже стоит поговорить, поскольку много вопросов, кстати, про Тагас. Они же переориентировались сейчас. Да, переориентировались они на китайцев. Я думаю, что тяжело будет Тагасу, и, наверное, не совсем легко китайцам. Потому что Тагас, скорее всего, переориентировался на сотрудничество с китайцами от безвыходности. Они потеряли, в принципе, контракт с Hyundai. Тяжелая была ситуация, соответственно, как-то они договорились по выпуску вот тех машин, которые выпускали до этого. Свой проект, Вега, по-моему, или как там он там... Они закрыли. Вега, Вега. Вега. Они закрыли, потому что там определенные скандалы и негативные моменты были. Судебные разбирательства и пока идут... Своего продукта, получается, у них нет, на который они делали ставку. Hyundai ушли, они начали искать партнера. Ну, вот это китайцы. Вероятнее всего, какое-то количество автомобилей они произведут и продадут. Но я бы не стал там сильно, наверное, ориентироваться на какой-то огромный успех. Потому что и китайцы чувствуют себя не очень хорошо на российском рынке. И еще даже до кризиса уже это движение пошло в сторону того, что потребитель распробовал. И, конечно же, он хотел бы китайцы либо совсем за бесценок, либо, наверное, покачественнее, чем то, что продается у нас. Вот, соответственно, посмотрим, как у них будет сотрудничество идти в этом направлении. А, Алексей вот из Пермска спрашивал, тут я не совсем правильно, вернее, не совсем правильно задал вопрос. Честно, он его повторил и задал более корректно. 320 тысяч за Рено Логан – это реальная цена, либо рекламная уловка, и изменится ли цена в регионах? Вот что имел в виду человек. Извините, действительно, вы просто так написали, что мы поняли, что устраивает ли вас эта цена. Считаете ли вы, она нормальная? Она не должна меняться в регионах, и это нормальная цена розничная. Это политика концерна. Да. Соответственно, если она как-то меняется в вашем регионе, я думаю, опять же, 8800 или письма. То есть нужно говорить о том, что да, дилер действительно вот в таком спросе может менять цены, может предлагать какие-то доп. опции, комплектации, навесное оборудование для того, чтобы заработать больше денег. Но на самом деле это как бы на рекомендуемой розничной цене, которая является фактически, собственно говоря, основной ценой, это никак не должно сказываться. И ценовая политика практически у всех концернов сейчас едина. Ну, потому что это связано прежде всего с тем, что в свое время можно было прийти к одному дилеру. Там была одна цена, у другого другая. Сейчас все автомобили таможатся, собственно, главным представительством, которые стали отечественными компаниями. И поэтому цена, если вдруг она выше, то это вас обманывает дилер. Олег прав, звоните смело и говорите, ваша заявка, я думаю, будет принята, человек лишится дилерства. Просто либо заплатить штрафы какие-то. Ну да, да, либо он больше не будет поднимать так необоснованно цены. По поводу автоваза и, наверное, все-таки про пола тоже очень много седан вопросов. Но в прошлый раз, в прошлом месяце мы достаточно сказали про надежность. Олег, ну что говорить еще раз, это проверенный старый надежный мотор. Он столько лет упускается концерном Volkswagen. Что там можно сказать? Да нет, я думаю, что машинка будет бестселлером рынка. Все опять же упрется в то, сколько машины не смогут произвести. Потому что машина очень интересная, она современная. И это Volkswagen. Собственно говоря, я не вспомню ни одной другой машины, кроме, наверное, Гола, который там спасал в кризис 98-го года своими ценами. Потому что, конечно, там цены тоже изменились, и благосостояние людей упало, и люди переориентируются в бюджетные автомобили. А с логотипом Volkswagen машина в районе 10-15 тысяч долларов. Ну это одно из лучших предложений на рынке. Плюс ко всему, концерн пришел сюда основательно. То есть такие инвестиции сделать в российскую экономику, ну я думаю, что у них планы очень серьезные, и продукции Volkswagen, в общем-то, стоит уделить внимание серьезное. Ну давай ответим на звонок, это неудобный человек очень давно. Да, да, конечно. Добрый вечер, извините, пожалуйста. Добрый вечер, я же просто, извините. Добрый вечер. Алло. Алло, добрый вечер, извините еще раз, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, Краснодар, Юрий. Я хотел бы задать вопрос по Ford Mondeo. Как чувствует себя эта модель на российском рынке по итогам 7 месяцев? Дальнейшая перспектива этого автомобиля? И на ваш взгляд, как эксперта, не кажется ли вам, что эту модель немножко не распробовали российские потребители на рынке? Вот вы просто приводили в сравнение Passat. Ну, на мой взгляд, это всегда был такой конкурент устоявшийся. И Mondeo нисколько на своей новой модели не отошел от Passat. Я не знаю сейчас, какой выйдет новый, конечно, Passat, но тоже между D и E-классом сейчас Mondeo, так скажем, подзавис. И по комплектации, и по внешним характеристикам модель действительно привлекает взгляд, новая, свежая. Вот на ваш взгляд, как она дальше себя будет чувствовать на российском рынке и на автовичной продаже после ее приобретения и эксплуатации? Спасибо. Юрий, замечательный автомобиль, Mondeo, полностью с вами согласен. Я бы не сказал, что не распробовали. На самом деле, кто пробовал этот автомобиль, он остается довольным и поклонником надолго. Потому что Ford, реально, не являясь, собственно говоря, по бренду, как Volkswagen, народным автомобилем, он для нашей страны был долго народным автомобилем. Они первые построили завод. Да, это был 98-й год, тоже кризис. Соответственно, вот именно тот кризис 98-го года не позволил, наверное, этот завод сразу построить по другой мощности. Ну, допустим, за 100 тысяч автомобилей. Мощность ограничена, по сути дела, там, выпуском 70 тысяч машин, может быть, чуть больше. Mondeo тоже поставили на конвейер. Соответственно, я думаю, что популярность этой модели, наверное, была бы гораздо больше, если бы ее могли производить в большем количестве. Просто, опять же, концерну там Ford, в сравнении с Volkswagen, наверное, меньше нужно инвестировать деньги в рекламу и в продвижение, если они физически ограничены, собственно говоря, производством этих автомобилей. И не готовы, собственно говоря, там, при достаточно хорошем спросе удовлетворить этот спрос. Это не подход Ford, они, собственно говоря, и до кризиса в хорошие времена, когда можно было изменить цену на Ford Focus, оставались, собственно говоря, там, в нижнем сегменте и предлагали этот автомобиль для потребителя по очень хорошим ценам. Там 13, по-моему, 13 500 тысяч. Таких цен практически ни у кого не было. Поэтому я бы не сказал, что... Олег, давай ответим двум дамам. Да, да. СМС-сообщение, просто надо уважить девушек. Хорошо, конечно. Татьяна из Новгородской области спрашивает, что лучше выбрать, Рено Логан или Приора Универсал? Я не могу, Татьяна, здесь, собственно говоря, что-то сказать, потому что, конечно же, это нужно брать Рено. Вы знаете, с удовольствием мы вот сказали бы, что брать бы Приора Универсал. Да, неплохая машина, но Рено, есть один важный момент, ну, не ломается она, ну, правда не ломается. Вот, ну, не платили нам с Олегом в Рено в автофрамности, почему-то не хотят. Она действительно не ломается. И Елена из Брянска спрашивает, остались ли у дилеров автомобилей Subaru Outback предыдущего поколения и развитие их дилерской сети в нашем регионе. Я думаю, это специализированный слишком вопрос. Ну, тяжело мне сейчас сказать, я думаю, на складах вряд ли уже есть предыдущие поколения, потому что Outback очень хорошо пошел. То есть Legacy на фоне Outback продается чуть менее успешно, но тем не менее успешно. А Outback традиционно вместе с Forrester, наверное, та ударная сила, которая там по всему миру Subaru выводит там на хорошие продажи. Соответственно, старых машин вряд ли вы найдете, а перспективы развития в регионах, я думаю, есть, потому что, насколько мне известно, их развитие дилерской сети сейчас, собственно говоря, идет бурными темпами и с другим качеством дилеров и салонов и сервиса. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, если у вас нет дилера, то он появится. Появится. По поводу EJavto, я думаю, интересная информация. У нас совсем не осталось времени. Я думаю, что стоит в конце августа уже этого года, то есть в конце вот этого августа, начать производство автомобилей четверок универсалов. С октября по ноябрь Kia Spectra и Sorento предыдущего поколения, насколько я понимаю, с марта будущего года семерки начнут собирать, а в 11-м, также в середине, Kia Sorento уже нового поколения будет собираться. Это действительно интересно. И ты знаешь, по статистике, по автостату, это, наверное, действительно что-то в мозгах произошло. У нас седаны теряют популярность. Новые автомобили с кузовом седан в общем объеме продаж всего 39,4%. Впервые, наверное, на самом деле такие результаты. Ты знаешь, цифра такая показательная. Очень показательная. И, в общем-то, в основном выросли на автомобиле универсал, SUV и классику и хэтчбеки. Здорово, потому что хотя бы в этом мы становимся похуже на Европу. Олег, огромное спасибо. Спасибо, Александр. Спасибо, что пришел. Спасибо и вам, наши уважаемые телезрители, фанату из Башкортостана. Отдельный привет лично от меня. Пожелание здоровья и удачи. Это как бы личное такое. К сожалению, видишь, он так и не представился. Даже обидно, не могу обретиться адресно. Очень много вопросов. Я думаю, мы с Олегом обсудим еще какие-то. Мы пригласим обязательно его и поговорим уже конкретно об автомобилях. А так, спасибо вам огромное, что смотрели. Берегите себя. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»